Мы все последовательно проходили различные уровни реализации самих себя. Мы были одномерными в виде точки, мы были и двумерными в виде плоскости, мы перешли и в следующий формат 3D, это уже объем, то есть появилась высота, которой прежде не было. Сейчас мы уже вошли, обращаю ваше внимание на то, в четвертую реальность нашего развития. Это формат 4D, это переходный формат, когда мы переходим из 3D в 5D, то есть в пятимерное пространство. Пятимерное пространство – это то, которое для нас уже создано, и уже в космосе открыты порталы переходов. Не так давно астрофизики зафиксировали совершенно непонятное явление, которого раньше никогда не было, то, что в космосе образовалось 3 круговых пятна, в которых фотоны не только не имеют массы, фотоны в принципе не имеют массы, но и даже энергии. А вот это было совсем новое. Ни массы, ни энергии. Что это такое? Сообщаю, это открылись порталы перехода. Через эти порталы, через 3 канала будет происходить выворотка в новую реальность жизни, вот в этот пятимерный мир, которого мы наконец-то достигли в итоге очень долгого, очень длительного развития. В этот формат, конечно, было допущено не все. Это правильно. В этом вопросе вы абсолютно правы. Потому что ему надо соответствовать. И прежде всего, не только помыслами, но и делами своей жизни. То есть надо прожить эту жизнь так, чтобы войти в эту новую возможность и не отягощать мне никого тем в себе как бы непреодолённым, тёмным, что вы можете с собой потянуть из этого мира. То есть это действительно должен быть принцип соответствия. Вот к чему вы будете соответствовать этим новым возможностям. Мы все в своём развитии идём от образа подобия к самому подобию. То есть мы должны стать подобными Богу, нашему Отцу. Потому что наш Отец – Бог. И мы, собственно, потенциально тоже Боги, потому что Его дети. Кто у Бога может быть детьми? Только Боги. Но опять же повторяю, потенциально нам надо развиваться к этому подобию. И образ нам дан. В этот образ введены многие сущности космоса, достигшие определённых высот своего развития, как бы на своей линии развития. Вот легенда о Дновом, Оноевом ковчеге, она об этом говорит. В Библии даже не было сказано о горе Арарат. Там говорилось о горах Араратских. Это совсем другое множественное число. И эти горы известны каждому человеку. И они ближе всего к нему, потому что они, собственно, в нём самом и находятся. Это правое, левое полушария нашего главного мозга, серединный мозг. Вот они, горы Араратские. И ковчег спасения, который построил Ной и отбирал туда животных для того, чтобы спасти их, это наш организм. Вот он, ковчег-то, организм человека. Многие животные вошли в наш организм какими-то своими линиями развития, и стали частью нас. То есть собралось всё в этот образ. А вот теперь надо достичь подобия. Образ есть, а подобия ещё нет. Надо научиться обрести это подобие. То есть соответствовать. Там главный вопрос при переходе. Чем соответствовать будешь? Это как ситочки. Что будет с теми, кто не пройдёт? Вы спрашиваете. С ними? По сути, ничего плохого не случится. Они просто вернутся в то состояние, в котором были, в котором им надо дозревать до этого нового состояния самих себя. Но это как второгодники. Что случается с второгодниками? Они остаются в прежнем классе ещё на один год. Но это год космический. Он немножко дольше нашего земного. Переход будет длиться до 36-го года, как я уже и говорил. Он уже идёт. Мы уже находимся в четвёртом измерении. Здесь появилась новая фундаментальная константа времени, которая раньше не учитывалась. Она начинает уже действовать. Именно вектор времени становится ещё одной определяющей константой нашей реальности.